доброе утро дорогие друзья мы выжили очень сильные были перепады температуры дождь солнце гроза жара в общем у меня случилось очень сильная мигрень и мы даже ездили в больницу сейчас уже все нормально едем в мапусу по делам буду так чуть-чуть выкладывать что снимала в этом видео поэтому не удивляйтесь если я буду говорить много раз доброе утро это начиналось что-то и потом уже не было силы и вообще не то что и желание нет не желание желание было просто невозможно было даже голову с кровати поднять с подушки потому что голова болел просто жутко поэтому будет много сейчас видео нарезок которая снимала за эти три дня всем хорошего дня прекрасное настроение и хорошего просмотра здесь вроде светло да опять будет то что он уже был пять минут назад и погода такая будет опять головные боли у людей дорогие друзья мы с рахулом сделали все дела в мапусе сейчас нам надо по делам ехать в маргау и пока мы стоим в пробке пока едем рахул сказал рассказать вам как он в первый раз ездил за грибами ходил расскажем же да в общем в индии здесь только практически есть грибы это шампиньоны то есть но еще какие то есть но большинство это шампиньоны я фанат рыбалки фанат грибов то есть я обожаю ходить за грибами но если честно собирать обожаю чистить нет у нас этим обычно занимается бабушка ну или мама не ну иногда конечно я тоже помогаю в общем когда мы только начали встречаться с рахулом он не понимал ну как бы он говорит а как за грибами как там вот ты их находишь и иной раз ходя по лесу я ему звонила по видео и показывала естественно ему тоже хотелось и когда он приехал в нам да в россию мы как раз получилось так то что он был по моему в сентябре да вот последний раз когда он приезжал и вру мы ездили к друзьям на дачу держать там мы ходили в первый раз за грибами и он конечно был вы знаете когда дети вот на хуну что-то там получается у них они настолько сильно радуются и он все ходил то но он приносил и поганки какие-то ног показывал и потом уже понял какие хорошие и когда начал уже нашел уже нормальные грибы он так радовался вот правда это искренне такая непосредственная хочу тоже спросить урахула но у меня очень много кто пишет в комментариях татьян посоветуйте индийскую еду что вам нравится в индийской еде а вот сейчас я хочу спросить урахула какого ты любишь еду в москве макдональдс нет ну давай нормальную еду которая рудному русскую еду про чем сама рашинт оливье баклажановый салат фаршированный перца мой надо сделать шашлык хорошо а расскажем твой про тебя про пурпур салат про селедку под шубой давай расскажем короче это очень смешно вы сейчас будете там кто будет смотреть будете смеяться в общем история про селедку под шубой значит раху приехал когда в первый раз ну его нужно там угостить с такими нашими блюдами я сделала помимо там других блюд в общем сделала решила приготовить селедку под шубой все приготовил селедку под шубой тебе понравилось же корпус а вот тоже любил его да очень понравился этот салат я сделал такой большую достаточную емкость дает тарелку мне кажется он много в общем все какая разница сколько в общем очень понравился этот салат и буквы это получается мы были на даче в субботу наверно мы его как раз я бы сделала моего поедли а в воскресенье вернулись в москву и тут парень приехал получается знакомиться за родственничками приехал в первый раз вас ну вообще в россию и в общем уже вечер вы вернулись и он пошел в туалет и выходит оттуда у него такие глаза просто я не могу понять господи думаю что случилось а он я понимаю что он нервничает но то есть я думаю господи что там могло произойти то есть новый смею нас никаких нет там но не такого действия прервали в общем а значит и он с такими глазами выходит оттуда у меня вообще и у меня аж сердце реально просто упало я думаю господи что случилось а он так пока подходит мне нужно мылаф нам нужно в госпиталь я говорю почему что случилось я гребнуть правда понимаю что нам нужно срочно в госпиталь я думаю что произошло он такой говорит мне кажется что у меня проблема говорит у меня там кровь и я думаю господи я сначала испугалась но реально какие вот они все-таки ужасные люди вот эти вот андусы в общем но не все это я так конечно просто они какие-то едут вообще все равно кто едет по ней но и в общем я ему я сам сначала я сама опешивала думаю господи как все куда бежать туда-сюда а потом я говорю да подожди ты же говорю ел салат purple в общем после этого раху больше не ест ты больше не ешь до перкуса вот давай-ка мать и это очень смешно и будет видео ты пошел ты такой можно очень просто лет на это где хашли очень верно лучше короче в общем раху очень любят любят целеску под шубой но сейчас он ее после того момента он и попробовал больше он ее не ест боится хотя тоже очень странно потому что у них очень много блюд из свеклы не знаю в общем такая вот какая-то боязнь этого что еще рассказать в общем порт был салат получает слетка под шубы на так он не абсолютно все он всему все нравится за исключением он не ел говядину и свинину хотя бы когда в мумбаи ездили подруга девушка вернее наш рахова друга она приготовила узбекский плов она сама из узбекистана а мы были такие голодные потому что мы там ездили по делам и чтобы никуда не ходить в кафе мне так хотелось этот узбекский плов и рахул ну время у нас не оставалось намного нам нужно было выезжать уже в гуа там пару часов чтобы не тратить на кафе там куда-то идти заказывать в общем и рахула не сказали что это говядина и он спрашивала с чем это ему там говорят с вигненком типа с барашком но он как бы на ее покушал ему очень все понравилось ну и когда уже поели мы все уже потом сказали вкусно тебе было вкусно ну правда вкусно а я сейчас смотрю видео с видео на ютубе мне очень нравится всякие там распаковки всякие походы по магазинам я тоже очень много смотрю кто на амазоне что заказывает потому что иной раз смотришь да там вбиваешь какой-то там товар который ты хотел бы но не находится вот смотришь но нравится в общем не смотреть на всякие эти распаковки вот и к чему я это говорю и в какой-то одной распаковки был такой была такая сушеная говядина по-английски называется джек в общем это вяленая говядина бывает курица мне такой брат из канады привозил я посмотрел на амазоне в итоге в общем думаю сейчас закажу я себе эти вяленые кусочки мяса в итоге он мне выдал только собачьи вкусняшки в амазоне вот не нашел нет такого товара в Индии хотя вот другие ну кто кого я смотрю других блогеров на амазоне других странах они заказывают не вкусняшки а нормальную такие ну человеческую говядину курицу а мне только собачью еду выдал вот но не знаю в любом случае ждем сейчас кто прилетит у меня сейчас моя подписчица приедет завтра уже прилетает тоже поедем увидимся если захочет конечно засняться в видео то мы ее конечно заснимем а если нет то мы не настаиваем мы уже тоже виделись с нашими подписчиками с иришкой с александром из казахстана очень подружились но я их не снимала а я не помню почему вайвай но мы к видео ведь аришка эрнда александр а не она к нам приезжал мы к ним ездили потом она к нам приезжала в прятали еще жили вот мы сидели кушали потом есть всякие в аптеке тоже сказала что может приедут приветом передаем а вот тут вот в я не помню я показывала вот этот вот госпиталь это самый большой госпиталь бесплатный а вот это вот стоматология тоже бесплатная но там какие-то копейки как раз мы когда приезжал в в том году лечить зуб не решила здесь не лечить хотя здесь в принципе медицина нормальная вот в этом госпитале в большом называется бомболин госпиталь и сюда ездили как раз мы для чем мы еще ездили сюда как раз арахулова тетя она процедура ездила мы его возили через день у нас качу блога не было но не каждый день через день может быть там два раза в неделю мы возили то четыре часа и промывание зеллю ну вот что еще рассказать по поводу медицины вот он сейчас налево поедет ну вот что за придурки я говорю они вот как можно здесь ездить на машине да то есть он едет в правом ряду блехом ухо извините за выражение поворачивать влево и на байках они тоже ты едешь да иной раз вот я еду спокойно и просто ни с того ни с сего он мне прям передо мной вот так проезжает и начинает поворачивать захочет поворачивать поэтому нет машину я здесь точно водить не буду очень часто я это ну то есть каждый день мы это наблюдаем а еще просто они 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 у них вот это вот принято да и не справа вот там тебя поворачивать влево ты просто за секунду перестраиваешься еще у них принято просто взять посреди дороги остановиться и начать там разговаривать по телефону вот он сейчас может что случилось он вот любая машина сейчас может остановиться вот прямо сейчас перед нами и решить что ему нужно поговорить по телефону и вообще все равно что там сзади машины едут что ты мешаешь или еще что то смотрите какая у нас просто тучи вон там тоже даже видно как а может туда едем да вот так туда мы едем же прямо туда напрочь а в общем конечно вождение здесь желает лучшего вот это нормальный хоть показал направо налево не знаю конечно все равно меня это все немножко напрягает это движение ну ладно давайте не о нем движение что еще рассказать через два месяца приезжает рахула брат из америки ракеш что еще через три дня да after 3 days я буду for 5 days Mumbai через три дня рахула оставляет меня одну ну как одну со свекрами они конечно в акусе будут а я буду дома она 5 дней уезжает я остаюсь одна поэтому наверное я буду выпускать видео не каждый день как я ну до моей да вот этой мигрени каждый день я выпускала там буду наверное через каждые 2-3 дня ну просто там снимать будет нечего дом проснулась покормила собак поела убралась что-нибудь постирала ну посмотрим в общем если что-то будет интересное то буду снимать ну потому что у меня будет байк будет байк и буду все равно за продуктами куда-то ездить а еще мне написали что снимает там какие-то салоны красоты брикмахерские в этом месяце я точно не буду снимать салон маникюр педикюр потому что мы с моим мастером дали отдых получается 6 месяцев от гель-лака вот ну и на руках и на ногах поэтому я буду к ней записываться только в следующем месяце в ноябре наверное числа 7-6 поэтому 6-7 поедем с вами на маникюр на педикюр посмотрю по датам и в пригма... ой самолет садиться в поливе в поливе и взгляну в поливе так и в поливе Это маленький. Что еще рассказать? Так, в принципе, у нас все нормально. За исключением того, что мне реально было очень плохо 3 дня. Вход до госпиталя. Мне поставили капельницы. Потому что я не могла даже пить воду от головной боли. Ну, от давления. Давление было высокое. У меня тошнило. Благо то, что Рахул Райдж приезжал. Он мне хоть собакам кушать готовил. Ну, то есть кормил. Гулять с ними ходил. Я вообще встать не могла. Это, конечно, ужасное это ощущение. Это большой мост в Гуа. Ты знаешь, Рещерн, они будут встать. Где? Товер Рещерн. Ты думаешь, его сделают? Да, 2025 26 ready. В Москве тоже есть такой. Где Строгенова? М-м-м. Ты помнишь, в Москве и в Москве, они не имеют на берегу. В Москве. Говорит, спасибо. Я не знаю, я боюсь. Я раньше бы поелезла, потому что раньше я вообще на всех.. Все аквапарки, все горки.. Вот я помню, что в Диснейленде в Париже мы.. Кто меня смотрит.. Мы проездили... Там такая горка. Я не знаю. Сейчас она есть. была такая пушка, ты садишься на нее, ну, то есть тебя пристегивают на таком как бы вагончике, и там, там, три, ту, ван, го, и так тебя выстреливает эта пушка, и там получается такое ощущение, что ты летишь-летишь, потом, в общем, всякие пируэты, в общем, переворачиваешься, мы на ней раз-три прокатились, очень мне понравилось, потом мы были в Порт-Авентура, в Испании, там тоже я прокатилась на этом красной горке, на самой которой дракон, там не помню сколько петель, ой, смотри, еще один, вон они все прилетают, не вижу, вот, это вот, садятся, и на, в этот, в аквапарках во всех тоже, на всех горках, страшных, не страшных, обожаловываю я, а сейчас уже со временем понимаю, что это того не стоит, даже, когда были маленькие, у нас около дома есть такой овраг, и мы все детство туда ходили на, кататься на тюбингах, на этих ватрушках, на ледянках, и вот, буквально, может быть, не знаю, лет десять назад, когда у меня младший брат, ну, то есть я ходила туда в отдел младшего брата с друзьями семьи с тетей Таней, она говорит, Тань, ну прокатись, да я что, я смотрю вниз, думаю, господи, да не за какие деньги, думаю, как мы, ну, маленький, когда ты не осознаешь этого страха, там тебе классно, а так нет, сейчас я никуда не буду, хотя мы, наверное, года три назад, четыре были у подружки в гостях, выпили шампанского, ну, достаточно прилично, и в три часа ночи поперли кататься, такие тетя на этих ледянках, взяли у ее ребенка эти две ледянки, одну сломали в итоге, может, я видео вложу, can you remember me and Yana go to same place when you and me go to snow, skating, skating place, может, видео, у меня, по-моему, есть видео на телефоне, посмотрю, классно было, а здесь в Мумбаи есть большой аквапарк в Дели, ну, не знаю, в общем, я как-то брезгую здесь ходить в аквапарки, потому что они в этой одежде, в общем, у меня вот это вот какая-то непонятная брезгливость, ну, не то, что непонятно, она понятная, может быть, если бы это была какая-нибудь, не знаю, Турция, Европа, какие-нибудь нормальные такие аквапарки, я бы, может быть, с удовольствием бы еще прокатилась, а здесь нет, это Рахул говорит, Ван Джуни сейчас есть это кафе же? Ммм. Анджуни, нет он уже? А, блин, я салат, не салат. Тадорги. Где? Тадорги. В общем, Ван Джуни был тоже в кафе, на кране поднимают тебя, и, значит, ты на высоте сидишь в этом кафе, и смотришь на море, на все. И он мне говорил еще, вот, наверное, два назад, поехали-поехали. В общем, говорил, поехали, давай в это кафе сходим. Я думаю, не, зачем? Зачем подвергать свою жизнь опасности? То есть, это понятно, что этот случай, ну, может, ну, естественно, там не случится, а вдруг что-то случится. Ну, и зачем это? Ну, это не нужно. Висеть на этом кране с ногами, то есть, там у тебя, ну, то есть, ты висишь над пропастью, грубо говоря. Воды были? Нет. Поэтому не очень, конечно. Ну, то есть, ты уже ценишь жизнь, ты уже ценишь много чего ценишь, и переосмысливаешь, и ценишь. Вон я сижу, видите ли, в этих новых штопках. Классно. А что еще сказать? Ну, а так, в принципе, не знаю. Смотришь вроде на всю эту индийскую жизнь. Вроде тебя все раздражает, но меня, меня много что раздражает. А вроде ты же с мужем, и у тебя семья, муж здесь, твои собачки здесь. Ну, то есть, понятно, что тяжело. Иной раз, знаете, как хочется, ну, не то, что хочется, я иной раз плачу от того, то, что, ну, там, если, например, мы поругались, мы повздорили какая-то, ну, непонятная, да, там, ерунда, но все равно там обидно какая-то, обида, обидно. И я понимаю, что, блин, а я же никуда не могу пойти. Ну, я же не пойду к свекрови, да? И вот сидишь одной, вроде тоже и маме звонить особо не хочется, потому что она тоже нервничает. У него открытый этот баг. Не знаю, сколько у него опаны, может сказать, ему надо локт. Вот этот патруль. Вот эта штука. В общем, не будешь ты ей звонить через каждую маму, там, поругались, естественно, это не нужно. Она и так переживает, что я здесь одна. Это, ну, как одна, естественно, я с мужем, но все равно ты не можешь там пойти, не знаю, там, чтобы там тебя кто-то пожалел, чтобы, ну, рассказать о чем-то, то есть по телефону, ну, как бы ты все равно, ну, конечно, это я там рассказываю что-то и так далее, но по телефону это все равно не то, это хочется прямо, не знаю, там, с подружками сесть, посплетничать, ну, образно говоря, рассказать какие-то свои проблемы, послушать других, ну, не по телефону, а реально, вот как лицо, лицо в лицо. Поэтому, когда мама приезжает, естественно, я хочу побыть с мамой. И вот, когда они приезжали, в том году, получается, мне Раху сказал, что давай ты две недели с мамой живи в комнате, а я буду с девочками, ну, с Элей Молей. Поэтому все, он тоже прекрасно понимает, что я скучаю, что... Сейчас напишите, почему там ты не ездишь, ну, не едешь туда. Мы меняли в этом году три раза билета, то есть, нет, в этом году два раза. В декабре я должна была прилететь, 30 декабря. В том году. Потом пришлось поменять, там, с моим обстоятельством. Потом у меня был билет, получается, на февраль. Потом в мае. Тоже все это как-то... В общем, Индия не отпускает. Ну, и уже потом с Рахуом решили, ладно. Уже здесь он все свои дела такие доделает, и поедем. У меня бабушка тоже очень ждет. Ну, сейчас тоже вот смотришь, да, вроде надо уже, как бы, хочется. Ну, а думаешь, вот сейчас зима. Это вот эти бесконечные куртки, сапоги, шапки. Да, классно. Но я вот, честно, по снегу вообще не соскучилась. В Индии хорошо. Ты купил шлепки, там, на год они тебе, ну, грубо говоря, не на год. Шорты одел, футболку одел, не знаю, там, платье одел. Не надо тебе одевать никакие шапки, свитера, джинсы, штаны, перчатки. В этом плане, конечно, здесь классно, то, что здесь тепло. Почему ты больше всего скучаешь? На дача бабушка. По даче по бабушке? Ничего себе. А по бабушке? Габи, это моя кошка, ей 17 лет. Такая хорошая. К ней вообще не подойдешь. Такая своенарвная дама. Мы на грузоправку приехали. По дороге решили заехать в Сабвей, взять с собой в дорогу. Вот такой хлебушек можно. Ну, в принципе, точно такой же, как и в России и в Европе. Вот цены там такие. Мы взялись с куриным фаршем. Раху пошел по делам. У меня вот это вот обжалка маленький, хороший лежит. Попочка. Это вот маргао, рыбный рынок. Запах, даже в машине с кондиционером, отвратительный. Ну вот этого жалко маленького. Чего там лежит, ходучка? Была бы моя боля, я бы всех позабрала. Лучше на такое не смотреть.